Господин президент, Россия обвиняет вас в том, что вы предлагаете Западу начать наносить по России предупредительные, возможно, ядерные удары. Вы и правда этого хотите? Вы это имеете в виду? Смешно звучит, когда я говорю «превентивный удар» на английском языке. Это звучит так. «Превентив кик». Не нападение, а атак. Это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите по-английски или по-украински, важно, чтобы перевод был максимально правильным, потому что россияне потом всегда используют это так, как сейчас. Я просто хочу сказать им, россиянам, что весь цивилизованный мир знает, что мы не террористы. Мы не начинали эту войну. Я говорил это и раньше. На протяжении трех лет моего президентства мы предлагали выйти на диалог. Мы искали возможность просто поговорить с президентом Путиным. Просто поговорить по телефону. Они отвергли все. Вот почему я призвал, это было еще перед 24 февраля, перед вторжением, я сказал, что мы поднимаем тему превентивных ударов, санкционных ударов. Не диалога, не слов, а ударов. Вот что я имел в виду. И сейчас европейское общество, прежде всего Британия, они всегда нас поддерживали. Спасибо за это большое. И США сказали, да, вы были правы, мы должны были включиться, вводить санкции, наносить превентивные удары, чтобы Россия и ее общество боялись. А теперь, когда они говорят о своих больных идеях о ядерном оружии, я говорю, не давайте им возможности говорить с их же обществом об этом. Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы его использовать, но они начинают разговаривать об этом. Вы имеете в виду готовить общество к использованию ядерного оружия? Они не знают, будут они его использовать или нет. Я считаю, что опасно даже говорить об этом. Вот поэтому я сказал, вы должны нанести превентивные удары, не атаки. Вот что я имел в виду. Россияне просто перевели эти слова так, как это было выгодно им, и начали везде повторять это. А я имел в виду санкции. Если они сказали ядерное оружие, даже подумали, вы должны ввести их. У вас есть ядерный пакет санкций. У Европы есть возможность их ввести, например, после того, как они оккупировали нашу АЭС. Это очень опасно. Вот что я имею в виду. Иногда мы должны говорить по-английски, чтобы нас понимали на 100%. Но мы не террористы. Мы не воюем на чужой территории. Даже отношение нашего общества к россиянам после этого вторжения, после всех восьми лет войны, восемь лет кровавой трагедии, даже после этого мы не готовы убивать людей, так, как это делают россияне. Каждый день. США считают, что вы или Украина стоите за недавним убийством российской журналистки. Вы можете мне сказать, это правда? Дарья Дугина. Я понимаю, мы не имеем отношения к этому кейсу. Давайте вернемся к ядерной проблеме. Сейчас очень опасное время, потому что Россия предупреждает, что она может использовать какую-то форму ядерного оружия. Если не крупномасштабно, то локального масштаба. А президент Байден говорит о Бармагеддоне, который произойдет, если это все-таки случится. Какие у вас чувства по этому поводу? Я хочу сказать, что нужно действовать. Опять-таки, я хочу вернуться к вопросу о превентивных санкциях. Нужно действовать уже сейчас. Не нужно думать о рисках, которые будут потом. Я соглашусь об Армагеддоне, о риске для всей планеты. Но, тем не менее, почему нам нужно думать, произойдет это или нет, если Россия уже сделала шаг? Они захватили нашу атомную станцию. Вы прекрасно ориентируетесь в деталях. Вы помните Киев 70-х. Мы с вами говорили об этом до интервью. Так что вы знаете, все эти годы прекрасно. Мы говорим о тогдашней трагедии 80-х в Чернобыле. Это был один блок. Один блок. А сейчас Запорожская станция. Мир должен осознавать. Шесть ядерных блоков. На каждом из этих блоков может возникнуть риск. Да, технический персонал украинский. Но там 500 боевиков. Точно мы знаем. С оружием. Российские. Точно мы знаем. Со взрывчаткой. Точно мы знаем. Что с тяжелым вооружением. 500 человек. Каждый из них может быть причиной, риском. Это уже риск применения ядерного оружия. Да, в другом формате. Но все равно. Ядерный взрыв может произойти. И там, на атомной станции. Об этом очень много говорили МАГАТЭ. Теоретизировали. А это уже практика. А это уже практика. МАГАТЭ там были. МАГАТЭ там были. Они сделали выводы. Нарушены все правила МАГАТЭ. Семь предохранителей. Семь пунктов. Они сделали официальный вывод. И после этого, после выводов МАГАТЭ, что сделал мир? Мир может немедленно остановить действия российских оккупантов. Мир может вводить санкционный пакет в таких случаях. И сделать все для того, чтобы они вышли из этой атомной станции. Вышли из этой атомной станции. Есть ли риск ядерного инцидента в связи с происходящим на Запорожской АЭС, с боевыми действиями там? Или речь идет о более широком контексте, о российском желании применить ядерное оружие? Причиной угрозы на территории ядерной станции является именно непрофессиональная деятельность людей, которые с автоматами и взрывчаткой осуществляют давление на граждан Украины, технический персонал. То есть нельзя заставлять людей делать какие-то вещи, которые идут наперекор ситуации с безопасностью. Мы знаем, что там такое происходит, но пока что все это как-то отбивалось. Там были какие-то внутренние договоренности. Второй риск – люди. Мы не знаем, заложили ли они там взрывчатку или не заложили. Мы не знаем до конца, что там происходит. Потому что, например, МАГАТЭ, когда приехала и фиксировала все нарушения, вы тоже должны понять, территория атомной станции – это большой город, это очень большая территория. Поэтому два или четыре человека из МАГАТЭ не могут ничего контролировать. Да, они там остались, да, они остаются, они смотрят, они помогают технически, мы им благодарны. Но они не контролируют безопасность от слова совсем. И это, честно говоря, не их работа. Поэтому причины могут быть разными. Далее есть целый ряд технических причин. Перебитая сеть. Выстрелами россияне перебили сеть, и сейчас ни один блок не работает. Но все наши специалисты энергетики, как внутри, так и снаружи, работают над тем, чтобы починить эту сеть. И, кстати, под выстрелами они это делают. Для того, чтобы можно было получить возможность поднять хотя бы один блок. Два блока я уже не говорю, но задача ставилась поднять два блока из шести. Поэтому причин там, там есть технические условия, при которых просто может произойти взрыв. Вот что я имею в виду. Причина это же не только когда снаряд прилетает, как это было, когда они захватывали. Они стреляли в административное здание, и даже по ядерному блоку они попали из танка. Но причины могут быть и внутри. Вы считаете, что сейчас опасность особенно высока? Небезопасно, когда мы имеем дело с людьми, которые поставили перед собой цель. Мы с вами до конца не знаем цели нынешней российской военно-политической власти. То есть уничтожение Украины, оккупация Украины. Цель ли это? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первым шагом к какой-то другой амбициозной цели. Возможно, захват Украины это окончательная цель. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно. Если цели именно такие, как мы думаем, все говорят, что это довольно банально, но это страшно. И чем банальнее это звучит, мне кажется, тем это более вероятно. Если цель – возвращение влияния, по меньшей мере, такого, как было в советские времена, возвращение России за такой стол геополитического влияния и передел границ – это большой риск. Они будут идти и использовать все возможные шаги. Поэтому, конечно, это опасно. Включая возможность применения ядерного оружия. Это зависит, еще раз, от того, насколько люди, которые на это готовы, которые сегодня руководят государством, насколько они еще адекватны. Я думаю, что разведка всех государств должна давать сегодня именно эту информацию. Люди, которые отдают приказы, они просто террористы. Хотя это непросто, но мы уже понимаем, что они террористы, и мы понимаем, как они думают и как они действуют. Но вопрос – насколько они адекватны. То есть, понимают ли они до конца, что они будут делать дальше. И это очень важный момент. И мне кажется, они сейчас находятся именно в таком историческом моменте, в драматическом моменте. И мне кажется, именно об этом нужно думать. Мы видим, что российская власть любит жизнь. И поэтому риски применения ядерного оружия, я считаю, на сегодняшний день не такие однозначные, как говорят некоторые эксперты. Потому что они понимают, что после применения пути назад уже нет. Не только для истории их государства, но и для них лично. Их будут преследовать до конца их жизни. Поэтому сложно сегодня развязать этот узел. То, что это опасно, и то, что мы видели последствия того, что делала Россия у нас, их пытки, их мародерство, изнасилование, а потом оккупация атомной станции. Эти процессы говорят о том, что исключать риски применения ядерного оружия нельзя. Вы считаете, что президент Путин способен применить ядерное оружие? Вы считаете, что президент Путин действительно может этого хотеть? Давайте опять вернемся к вопросу адекватности. Смотрите, если мы сейчас имеем дело с не очень адекватными людьми, то на мой ответ может быть рискованный ответ российской стороны. Если я скажу, например, что они не способны применить ядерное оружие, то неадекватный человек в руках, которого есть такая власть, может наоборот показать всем, ах, я не могу, посмотри, как я могу, и применить. Если я скажу, что он может применить, то это может вызвать панические настроения во многих государствах, включая Украину. Я бы не рисковал сегодня официально делать такие выводы. Вы подали заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Это не увеличивает риски для Украины, НАТО, всего мира? Я так не считаю. Мы всегда говорили про различное оружие. Про масштабное вторжение, что если Украина вступит в НАТО, Россия будет защищаться якобы от НАТО. Но мы с вами видели, что они оккупируют нашу территорию без любого нашего статуса. А тот статус, который мы имеем сегодня, что для нас открыты двери в НАТО в будущем, был у нас еще задолго до того момента, как Россия начала нас оккупировать. Поэтому Россия ищет причины применения того или иного вооружения, оккупации той или иной земли. А на самом деле эта причина им нужна для публичности, для публичной коммуникации и не со всем миром, а со своим обществом. Потому что все, чего боится Путин, это не ядерного удара, он боится своего общества, он боится своего народа, потому что этот народ сегодня способен его заменить, забрать у него власть, отдать ее другому человеку и так далее. И поэтому он боится именно их. И он работает на внутренний рынок. Он давно уже закрылся. Все говорят, что железный занавес пал. Нет, железный занавес появился где-то в начале 2000-х. Он появился в России. Они создали информационный занавес, намного более страшный, чем железный, который был в Советском Союзе. То есть на сегодняшний день с современными технологиями он намного более страшный. Их люди, включительно с интеллигенцией и так далее, информационно были прошиты, как Геббельс, который делал это в свое время, во времена Второй мировой войны, с обществом. И поэтому мы видим сегодня именно такой результат. Поэтому я хочу вернуться к вопросу НАТО. Для него нужна была причина. Ему нужна была любая причина, чтобы захватить нас и пойти дальше. Таким образом он мобилизует свое общество и показывает, что экономические проблемы, низкая заработная плата или пенсия – это все не я. Это Запад. Запад залез в Украину, на нашу территорию и так далее. Поэтому мы не были в НАТО. Мы не были в НАТО ни в 2014 году, ни в 2022 году, 24 февраля. Это была причина. И сейчас, что мы говорим? Мы защищаемся. Мы не можем защищаться сами. Я благодарен партнерам. Они нас поддерживают. Мы говорим, мы хотим и нам нужны гарантии безопасности. Гарантии безопасности – то, что мы описываем в наших аналитических документах относительно гарантии безопасности. Мы описываем ту помощь, которую мы сегодня получаем от западных партнеров. Это гарантии безопасности. Они должны быть у Украины на пути к НАТО. Разница между помощью, которая есть сейчас, и гарантиями безопасности в том, что гарантии безопасности – это соответствующие государства. Они разные. Финансовые, вооружения, санкции, политические гарантии безопасности, гуманитарный аспект. То есть мы говорим о едином нормальном стандарте и пакете для Украины. Пока мы не в НАТО. Мы не говорим о пятой статье НАТО. Мы не нуждаемся в том, чтобы гражданские лица или военные воевали на нашей же земле с оккупантами. Этого нет в гарантиях безопасности. Нам этого не нужно. Поэтому про НАТО они могут сказать – из-за того, что Украина сказала НАТО, вот вам новая атака. Но это будет оправдание перед их же обществом, не более того. Вооруженные силы Украины начали очень удачные действия как на Южном фронте, так и на Юго-Востоке. Как вы думаете, почему они так удачно действуют сейчас? Что произошло с российской стратегией, с российским способом ведения войны? Почему они так неудачно действуют против вас? Ну, во-первых, они достаточно сильно сопротивляются, нужно сказать. И то, что мы идем вперед – это наша стратегия, к которой мы готовились. Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше все-таки коммуницировать правду. Поэтому нам не хватает до конца. Но сейчас у нас есть больше сил и средств, чтобы идти вперед. Мы идем вперед. Главное, наверное, мотивация. Я считаю, что у них мотивации нет. Я так считал с первого дня. Мы видели, кто они и для чего они пришли. Они даже не знали, что им тут делать. И поэтому, как только мы начали немного нажимать, они начали бежать. Потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация что-то захватить – слабая. Мотивация сохранить жизнь – сильнее. Поэтому наша мотивация сохранить жизнь, сохранить наши дома, нашу землю – она сильная. Как только мы начали нажимать, у российских войск появилась такая же мотивация – сохранить жизни, только уже их личные. А в их плане – это бежать или сдаваться в плен. Поэтому оно именно так работает. И если будет больше помощи, мы будем нажимать быстрее. Потому что наша мотивация не зависит уже ни от кого. Мы мотивированы на 100%. Абсолютно все. Мы знаем, чего мы хотим. Мы знаем, где финиш. Мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать? Пока что это быстрая ходьба. Мы не пойдем дальше. Нам не нужны чужие земли. Нам не нужны чужие люди. Мы не террористы. Нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности. Гарантии безопасности, о которых я вам сказал. Когда вы говорите о финишной черте, вы имеете в виду всю территорию Украины, оккупированную Россией, как в 2014 году, так и сейчас? Крым? Сегодня задача минимум выйти на ту линию, которая была до 24 числа. Почему? Это первый этап. И он очень важен, потому что люди, которых сейчас Россия оккупировала, просто не могут выдержать. Жить в подвалах, жить без пенсии или зарплат, жить без еды. Понимаете? То есть они в самой сложной ситуации. Мы это видим по селам и городкам, которые мы сейчас деоккупируем. На востоке или на юге нашего государства. Поэтому сейчас нужно выйти именно на эту линию. Не из-за того, что есть какая-то условная линия, а именно из-за того, что с 24 числа, за эти 8 месяцев, были захвачены территории, и там людям сложно. Сколько там живых и мертвых, мы не знаем. Какой процент нуждается в нашей срочной помощи, мы не знаем. Мы ориентируемся, но поверьте, все это очень примерно. Сколько людей они там замучили и продолжают это делать, мы тоже не знаем. Поэтому это план-минимум. Но наш главный план – это финиш, как вы говорите. Финиш, конечно, это вся наша территория согласно международному праву в международно признанных границах 1991 года. То есть включительно с Донбассом, оккупированными сейчас частями наших Донецкой и Луганской областей, а также Крым. Все это наша территория. Я считаю, это абсолютно справедливо. Справедливо. И это возможно? Это возможно? Я думаю, что это возможно. Я думаю, что это очень нужно. Чему? Я вам скажу. Я думаю, это возможно. Я думаю, это очень нужно. Почему? Я вам скажу. Вопрос Крыма. Я вам скажу откровенно. Я очень люблю Крым. Я любил его, не знаю, лет 15. Из-за моей работы я ездил туда каждый год. Ездил с семьей и летом. И это ощущение, что это Украина. Но стоит российский флот. Или другой пример. Это Украина, но людям с украинским гражданством раздают российские паспорта. Это ощущение такого постоянного риска. И вот вам результат всех этих рисков. То, что допустили тогда, чтобы там стоял флот. И то, что там были российские военные базы. И то, что там было много предателей, потому что у них два паспорта. И украинский, и российский. Все это привело к оккупации. Поэтому, когда я говорю вам о деоккупации Крыма и выход на наши границы, это важно. Потому что, если вы этого не сделаете, это всегда будет возможностью России снова пойти на оккупацию Украины. Полностью. Зацепиться в каком-то маленьком регионе и пойти снова. Вернуться. Почему так плохо иметь Донбасс разделенным, как это было до 24 числа? Да, мы планировали. Говорили, что давайте дипломатически решим этот вопрос. Но разделенный Донбасс – это риск возвращения войны. Вот о чем я говорю. Поэтому я считаю, что это нужно закончить. Самым лучшим окончанием был бы справедливый финиш, когда украинская власть присутствовала бы на временно оккупированных территориях, а украинские пограничники стояли бы на границах в международно признанном значении. Я считаю, что это самый лучший вариант. Согласитесь, есть опасность, что сейчас, когда Россия объявляет четыре большие области Украины частью своей территории, продолжение Украины и боевых действий на этих землях будет воспринято ими в качестве нападения на саму Россию. Смотрите, они провели псевдореферендумы, например, в Донецкой и Луганской областях. Они же полностью так и не захватили их. Они держали, они думали, что сейчас захватят, и поэтому тянули с референдумом. Они их так и не захватили. Сказали, бог с ним, проведем онлайн какой-то там референдум. Смотрите, им все равно. Они через какое-то время могут сказать, что на Россию нападают только для того, чтобы мобилизовать своих людей. Мобилизовать и сказать, что эта война напали на Россию. Но для нас уже война. Они против нас воюют. Это, опять-таки, они будут делать как сигнал для своей внутренней политики, для своего общества. Вот и все. Скажите мне, что за референдум на территории Запорожской области о присоединении к России, когда главный город Запорожской области, Запорожье, полностью контролируется нами? Это столица этой области. О чем они говорят? Где они провели референдум? В поле? В каких-то маленьких городках, которые они силой захватили? Я понимаю, они провели псевдореферендум. В Запорожской области такие украинцы, которые не приходили на их референдум. Они ходили с автоматами, по квартирам, по домам, заставляли людей ставить какие-то там птички. У нас есть доказательства того, что людей заставляли голосовать по нескольку раз, просто чтобы набрать какое-то количество людей. Для нас эти референдумы ничтожны. Для нас ничтожны эти аннексии. Мы их не признаем и не признаем. Весь мир их не признает и не признает. И все. Вы дали понять, что это западная поддержка, особенно вооружениями, но также экономическая поддержка, сейчас помогает вам так хорошо справляться с проблемами. Но в Европе точно будет тяжелая зима. И там, а также и в США происходят политические изменения. Вы не беспокоитесь, что Запад станет менее заинтересован в настолько же интенсивной поддержке Украины, как сейчас? Есть риски. Через провокации России. И эти провокации знаходят. Есть риски. Из-за провокации России. И эти провокации находят, скажем так, в некоторых кругах и среди некоторых политических лидеров находят еще понимание. Конечно, давить на то, что цены растут, и что это происходит из-за войны, или есть дефицит энергии, якобы из-за войны, или не хватает пищевой продукции, якобы из-за войны, очень просто. Но мы понимаем, что это просто еще одна абсолютно искусственная информационная политика. Это не из-за войны. Это из-за Российской Федерации. Энергетический кризис они начали до полномасштабного вторжения в Украину. Мы с вами помним, что началось в прошлом году перед отопительным периодом. Россия выкручивала абсолютно всем руки из-за своего Северного потока-2. Сколько они заработали денег из-за роста цен. Вы это прекрасно помните. Все это было. Это их большая программа. Абсолютно циничная. Кто-то говорит, что это бизнес. Это не об отношениях, не о человечности. Это просто бизнес. Не бывает в политике просто бизнеса. Все эти якобы бизнесовые вещи влияют на геополитику. Россия начала большую войну довольно давно. Сначала, извините, все начали пользоваться энергоносителями Российской Федерации. Сначала это были дешевые. Для некоторых стран выборочно был дешевый энергоресурс. Себестоимость добычи газа одна и та же. Для одних стран Европы это была одна цена, для других другая. У нас, несмотря на транзит газа, несмотря на договоры, несмотря на подтверждение этих договоров и продолжение на нормандском формате, все равно они вручную регулируют эти договоры. Они не смотрят на международное право, и они уменьшают тебе объем. От уменьшения объема у тебя растет дефицит. Они говорят, вот, пожалуйста, только не украинская труба. Вам поможет Северный поток-2. Пожалуйста, дайте возможность. А это было для чего? Для того, чтобы давить на Украину и давить геополитически на Украину, на Европу, на мир. Вот что происходит. И поэтому, извините, люди должны понять, и весь этот кризис, и блокирование морского пути, пищевой продукции и энергоносители делает Российская Федерация. Для нее это влияние. По-другому влиять на Европу и на мир они не могут. Они из-за этого решили вернуться, потому что они сегодня имеют статус изолированной страны, с которой никто из нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться. Они решили вернуться за стол переговоров, причем не за стол переговоров, а за стол ультиматумов. Это в их духе. Они решили вернуться с дефицитом энергоносителей, ростом цен из-за этого дефицита, ростом цен на пищевую продукцию из-за блокирования моря и с оккупацией наших территорий. Мы должны выдержать. Европа должна объяснять обществу, что нам сложно не из-за войны, а из-за России, которая развязывает те или иные конфликтные вещи. Да, и нужно быть максимально независимыми от их энергоносителей. И тогда все увидят, что цены на энергоносители снизятся в разы. Но нужно пройти этот путь и стать независимыми. За независимость нужно платить. И платим мы все. Только мы платим кровью наших военных, наших граждан. Наших войсковых, наших рамадян. Вопрос об отношениях с Великобританией. У вас были хорошие отношения с Борисом Джонсоном. Он вам очень нравился. Вы получаете такую же поддержку, как от Бориса Джонсона, от новой премьер-министра Ли Страс? Во-первых, я хочу поблагодарить Великобританию за действительно лидерские позиции в этой поддержке. Личные отношения с Украиной. Не знаю причин, наверняка очень много, и они разные. Начиная с личного отношения и поддержки людей. Когда в каждом окошке, мне показывали фотографии, есть и британский флажок, и украинский. Сами люди относятся так в Британии. Я им благодарен. Сама страна в целом. Королева. Это был трагический день для Украины, когда с ней прощался весь мир. Мы это воспринимаем так же близко. И королева воспринимала эту войну так. И поддерживала Украину. И общество. И руководство государства. И с Борисом у нас еще и отдельные человеческие отношения. Знаете, как говорят, психотип или химия. В целом это было объединение такой большой поддержки. Там, где кто-то не мог помочь, Борис помогал. Руководство помогало. Министерство обороны помогало. Там, где Британия не могла что-то дать, потому что у нее не было. Они покупали у других и помогали. Даже там, где можно было упростить транспортировку, Британия влезала в этот процесс и тоже помогала. И я очень благодарен. И сейчас я хочу сказать, это продолжается. Да, с Листрас мы еще не познакомились близко. Но, тем не менее, на прощание с ее величеством был премьер-министр Украины. Украины была первая леди Украины, моя супруга. И они общались и встретились с премьер-министром и с руководством государства. Так что отношения продолжаются. У меня, к сожалению, не было возможности приехать. Но, тем не менее, мы ожидаем госпожу премьер-министра в Украине. То есть, сейчас Британия помогает так же. Сейчас Британия помогает так же. Как это все закончится? Вся эта война? Перемога. У меня нет сомнений. Нашей победой. У меня нет сомнений. Нашей победой. Я понимаю, сложно, непросто. Никто не знает, это будет завтра или послезавтра. Никто не знает день и месяц. Но я верю в эту победу. Потому что это, знаете как, это или победа Украины, или поражение всего мира. Потому что предоставить возможность уничтожить Украину и украинский народ, если Россия это сделает, мы с вами знаем, что это будет началом большой мировой трагедии. Я думаю, что это будет началом Третьей мировой войны. Потому что мы знаем автократов в мире, которые могут подумать, что так можно было, что так непросто, но можно было. И я считаю, в принципе, для мира это будет очень страшный знак. Я так считаю. Я так вожаю. А если вы победите, Владимир Путин выживет? Мне все равно. Вам все равно, будет ли он дальше при власти? Абсолютно. Это тогда будет... Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно. Потому что нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий. Внутренние проблемы экономики за счет других экономик. То есть они должны отойти на свои территории, для того, чтобы своему обществу перестать что-то объяснять, а начать работать, реформировать государство, провести какие-то экономические реформы и так далее. То есть перейти к внутренней политике. И это правильно. Поэтому мне все равно, что с ним будет. Пусть с ним будет разбираться его общество. Это будет сугубо их вопрос. На президента Путина в этой войне все чаще оказывается давление. Его генерала все время критикуют. Как вы считаете, его могут устранить? В целом я поражен, насколько люди там боятся. Насколько люди там боятся сказать свое слово, свои мысли. Насколько люди боятся это сделать даже в соцсетях. Насколько они боятся выйти на улицы, бороться за свои права. Я эту логику не понимаю. Хотя я знаю, там много людей. Мы соседи, как вы сказали. Есть исторические связи. Но мы настолько разные люди. Что с ними произошло за эти пару десятилетий? Особенно за 10 последних лет. Что с ними произошло? Что они... Представьте себе, такая логика. Он боится выйти на улицу, потому что его будут бить и посадят за решетку. Он даже готов, что если его силы им мобилизируют, здесь сдаться в плен. Это какое унижение своей личности. Просто такое впечатление, что тебе Путин дал твою жизнь, а не родители или Бог. И что он имеет возможность ее забрать. То есть они изменились. Их задавили информацией, угрозами, похищениями. Они, их общество, очень сильно изменились. Вы считаете, что они должны восстать против него? Они не встают против Путина. Они должны понимать, что не нужно бояться этого. Они встают ради себя, за себя. Пусть они не бьются против кого-то. За себя. Ты не должен идти на войну. Раз. Тебя никто не может заставить. Два. Ты не должен бороться на чужой земле. Три. Ты не должен погибать. Четыре. Ты не должен отдавать своего сына, в которого ты вкладывал душу, силы, ты его кормил. Ты его мать, в конце концов. Ты родила этого ребенка. Почему ты его отдаешь? Как это? Это твое. Ты не должен отдавать какому-то кровавому начальнику свое. Ты не должен. Это нигде не написано. Тебе никто этого не простит. И главное, ради чего? Ты потом будешь умирать, и что ты будешь вспоминать? Молодое лицо своего сына, которого ты отдала на грех, кстати. Поэтому, во-первых, люди должны бороться за себя. А поэтому высказывать мнение, выходить, писать, говорить, не бояться. Бороться за себя. Второе. Военные, которые находятся там. Они давали присягу бороться за свою землю. Они такие же военные, как в каждом государстве мира. Никто не давал присягу убивать других людей на других землях. Такого нигде нет. Ты можешь отказаться от этого. Ты имеешь полное право. И человеческое, и по закону. И также они должны говорить об этом. Они, эти мобилизованные дети, сейчас приходят без ничего. Без автоматов, без бронежилетов. Их кидают, как пушечное мясо. Они мясо. Они не люди. Если они хотят быть шашлыками, хорошо, пускай приходят. А если они все-таки люди и считают, что это их жизнь, их личность, то они должны бороться. Не нужно бороться за Украину. Мы сами за себя боремся. Боритесь за свое тело. За свою свободу. За свои права. И за свою душу. Вот что они должны делать. И поэтому, когда они поймут, тогда ваш вопрос о президенте Российской Федерации будет очень актуальным. Это зависит от этого общества. Это залежит от всех, что спит. Последний вопрос. Какой Украина выйдет из этой войны? Вы все так же будете соседом России, и у вас все так же будет много русскоязычного населения. Как вы собираетесь выстраивать новые отношения во всем этом регионе? Украина выйдет другую. Украина выйдет, во-первых, более сильным государством. И это сейчас чувствуется по нашей нации. Выйдет государством, которое уже уважают в мире и говорят с ним на равных. И я всегда подчеркивал, что мы на равных готовы быть с любым государством. Даже с тем территория и население которого в 10 раз меньше наших. Мы будем на равных. Но мы будем на равных и с государствами, имеющими территорию больше нашей. Потому что в этом и есть демократия. В этом и есть уважение. Поэтому мы выйдем государством, которое считают равным. Я это чувствую сейчас. Которое уважают. Мы выйдем государством, членом ЕС. Этого хочет наше общество. Это не важно, кто как относится. Наше общество избрало такой путь. И я считаю, что это правильно. Я думаю, что будет новый этап. Не только для Украины, но и для всех. Я думаю, что это будет такой момент, когда все перестанут бояться империй. И поймут, что объединение государств-союзников мощнее любой автократии и любой империи в мире. Мне кажется, этот вывод очень важен для обществ государств. Особенно небольших государств. Потому что это естественно. Чувствовать себя равным, где бы ты ни родился. На каком бы языке ты ни разговаривал. Где бы ты ни работал и сколько бы денег у тебя не было в кармане. Главное, что мы с тобой, несмотря на уровень нашего финансового благосостояния, равноправны. Это, мне кажется, важный вывод, который Украина своим примером и своей победой даст людям. Даст миру. Даст людям. Дадут свиту. Дадут свиту. Продолжение следует...